На самом деле, всегда провожу, всегда с удовольствием, я 20 лет проработал, я 15 лет, я директор школы, и это огромная радость работать с детьми, потому что всегда им хочется помочь, они чистые, они дети, они любопытные. Кем из ваших выступников вы, может быть, можете оказаться, кто вы, может быть, сами только известны, ну, Каваши, кто? Ну, я думаю, что Борис Мирон, Кваша Асанкционов, ну, 9 человек на первенстве Европы в Уфе играли, и тот же был Паши Краханов, который был в том автомобиле, Спиридонов, Женя Королев, ну, я думаю, что много ребят, из одной команды, уникальная ситуация, 15 человек играют на уровне соперлиди, из одной команды, одно обряд. А график, это сложно, наверное? Относительно свободно? Относительно так, что дней свободных практически нет, время свободное оно бывает, потому что как бы больше вечерняя работа, потому что комментарии я тренируюсь в период в неделю, реально серьезные. Плюс я всегда езжу в поездки и участвую во всех семинарах, плюс я никогда не отказываюсь журналистом, снимаюсь во многих программах и на КХЛ, и на России. Плюс я говорю, я тренирую, тренируюсь. А что тренируешься? Я тренируюсь для того, чтобы быть в хорошей форме, получать удовольствие, общаться с своими друзьями, с которыми я много лет играл в хоккей. Это великие игроки, великие игроки, великие игроки за нас. Стал играть в команду, была одно время очень старенькая, и сейчас Буре, Могильный играет, и Яшин, Парамонка. Сейчас мы можем с любой командой в любом уровне играть. Сегодня будете на матче Агбарс-Амор? Обязательно, у меня есть все виды пропусков, буду сидеть, вложить, потому что у меня есть вид пропусков. И ваше ожидание и мнение об Агбарсе этого сезона? Я думаю, что на востоке Агбарс, одна из команд, которая наверняка будет в тройке, сможет ли, единственный вопрос, сможет ли все-таки раскрепотить нападение Берлигина. То, что в организации игры Агбарс будет в порядке, то, что практически слабых мест нет, это так. Но насколько будут все-таки более вертативные игроки в тройке, по уровню Мастерства очень хорошие, но никак они пока не играют в раскованный хоккей. Почему по Вашей любимой роли выходит в тройке, как Малыхин, Хасицын? Вот опять, это та же самая проблема. В прежних клубах были лидерами, а здесь, да, не что. В прежних клубах, ну я бы не сказал, что прямо Хасицын такая звезда. Реально, чемпионат Миры, он далеко не ведущий игрок в сборной Белоруссии. У него есть плюсы, но уж прямо к звездам я его не отношу, и а к не отношу, я думаю, что тот же Бурнаков никак не слабее. Или Бурмистров. Нет, реально, я понимаю его. Малыхин, у него свои огромные плюсы. Это игрок в пятачка, он играет очень много передворотов, отличный бросок в завершении. Но опять же, он не такой мобильный, в катании у него нельзя сказать, что он прямо там везде. Это просто классные игроки, мне, например, очень привезли Мюллера на российский. Я думаю, Мюллер это вот так вот, реально, это один из лидеров, который будет по-настоящему Акбарс. Акбарс Белова и Белединов. Не сильно отличается по тактике, они единомышленники. И в принципе, ту программу, которую делал Белединов, старался делать Белов. Ну как бы там просто, у меня не знаю, чего сказать, за отношение. Я думаю, все-таки Белединов очень харизматичный, все-таки он жестче. Поэтому, я думаю, во-первых, выселение Акбарса на всех позициях очень приличное по игрокам. И плюс, возвращение Белединов с его амбициями, которые после прошлого года. Поэтому я уверен, что Акбарс в этом году будет нормально. Лучше, по крайней мере, чем последние годы. Похоже, сложно было, чем в этом году. По поводу Танхэлл, если можно, по вашему, кто-то из наших новичков, условно, Якимов, Скачев, Василевский, ну, парень молодый, которые приехали в этом году только. Как будто не удастся закрепиться все-таки. Какие тренинг-кэмпы? Сложно сказать. Из тех, кто приехал, я прямо таких звездных игроков особо не видел. Я думаю, лучший шанс у Василевского. Но этот сезон у него все равно уйдет на то, чтобы и играть и в парне, и постепенно придавать на такие на роли высокие. Я думаю, через два сезона Василевский гол будет ведущим игрокам. Хотя конкуренция очень встанет, и там очень серьезная. Еще очень классный вратарь. Там будет серьезный моб. Сложно, это проблема, что не так и много звездных игроков. К сожалению, молодых ребят в задорах, я думаю, может быть приличный голос. По Маграму и Кимову, каковы его шансы в традиции? Еще и Эдмун. Вы знаете, там просто невозможно будет в этом моб. Я ему даду шанс, но... Но там больших игроков уже не так много. Да, мол, у них вот этих... Они набрали за последние годы столько молодых звезд, которые должны играть. И ноговое время, видите, и тупо все ниже и ниже отпускается. Поэтому сложно будет. Ну, толкаться будет, если будет. Но опять... Эдмун там... Ну, наверное, там все равно бы устали от неудач. И это тем более будет минус. Я думаю, что там не будут особенно там подтаскивать. По вашему, то есть это ошибка, что он поехал на рейтинг? Это никогда не ошибка, это всегда порция. Ты, по крайней мере, узнаешь, чего ты стоишь на самом деле. Ты узнаешь систему коснотов и там, и ты всегда сюда успеешь вернуться. Ну, это никогда нельзя отказываться от шансов, которые у тебя есть. Чтобы потом не говорить, а я мог, и не врать самому себе. Я не знаю, я просто не понимаю, почему он так слабо играет в обороне. Просто вот, если он в этом компоненте улучшит свою игру, если он правильно станет в обороне, в атаке он неплохо играет. Если он лучше станет обороняться, ему больше доверять будут. А как? Как его выпускать, если поднимать постоянно заберет? Это его проблема слабо играть в обороне. Ну, я думаю, у него агенты очень умные, сможет быть, самый умный. Игорь Нарионов, он ему подскажет, все в кино. Наверное, это больная тема. Удушение кончисова как-то не может ли? Я сейчас его видит в центре второго звена, в основном, в центре. Он как бы, как бы, играл в «Ашланге» в России последние годы. У вас какие отношения где-то? Нет, с ним хорошие отношения, отлично. Ну, он как-то бывает, обижается на ваши слова. Он обиделся немножко на мои слова, но на самом деле, у меня с ним очень хорошие отношения. И еще преподнести не снова так, потому что я от него большего жду. Поэтому я и к нему отношусь так. Если бы он для меня был равнодушным, вернее, я бы даже не упоминал его. Но его проблема в том, что ему не хватает мощи в углах играть. И поэтому ему крайне условно будет. Но он же не может так, чтобы тарасенки там выворачивать из углов. А в центре, конечно, по объему катанию, по пониманию игрок в полном порядке, я думаю, в центре у него лучше получится. Но опять же, там площадки меньше. Ему все-таки простой больше не было. Ну, пускай не проиграл в этой игре. Выигрывали все. Это заслуга селекции или число обыкновения? Это заслуга селекции. Они еще ни с кем не играли. Поэтому... Нет, еще конкретно. Лидеры... У нас всего лидеров в этом году. 5-6 команд, которые реально бьются. Они еще не играли между собой никто. И я думаю, что на Западе они будут соска биться в основном. Субтитры создавал DimaTorzok